Ребят, всем привет! Рада видеть вас на своём канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Поговорим мы с вами о канале «Пиратская жизнь». Пробежала я по парочке видосов. Если честно, я офигеваю. Я просто пребываю в шоке. И от одного только момента. Но мы с вами чуточку позже обсудим этот момент. Ну и изначально немножко в общем обсудим то, что я посмотрела. Как всегда у «Пиратки» утренняя политинформация. Заговорила она моими словами разбор полётов. Прекрасно, видимо, знает, да, все мои словечки. И следит даже за обзорами на Уралку. Прикиньте, да, я как раз-таки говорю в обзорах на Уралку разбор полётов. Вот «Пиратка» решила разбирать полёты по утрам тоже. Ну и, значит, вначале, да, из ванной вышла, выглянула. А там Фуфонька с голой задницей. И покривлялась, повизжала, как всегда её же с утреца разрывает. А Вовонька голышиком ходит. Видимо, штанишки меняет, да. И я, ребята, знаете, всё больше и больше задумываюсь, что это может быть действительно правдой, что он ходит в памперсе после того, что я сегодня увидела. Ну и, значит, говорит, я вам не покажу голую жопу Вована. Говорит, зрелище не для слабонервных. Ну, понятное дело, и правильно ты сказала, стареющая задница. Естественно, на что там смотреть? На что там смотреть? Ну и дальше она уже на кухне и начинает. Понесло её. Визжит, кричит, зачем вы нас смотрите? Зачем мы вам нужны? Для чего? Раз вы там написываете комменты, вот чего-то вы сюда заходите. То есть решила разобраться-таки, зачем её смотрят зрители. Напишите, говорит, из-за чего. Короче, решила развести зрителей на комменты. И у неё, знаете, получается, потому что зрители ведутся, да, и написывают. Ну, она якобы возомнила себя великой блохерицей, которая нравится прям всем. И люди заходят исключительно ради того, чтобы полюбоваться нашей парочкой, да. И зачитаю сразу первый коммент, который на первом месте. Ну, давайте честно, никому ваш бред не нравится, это точно. Но очень любопытно, чем всё это закончится. Мы просто сторонние наблюдатели шоу за стеклом, где главные герои словили звезду и потеряли связь с внешним миром, заигравшись в YouTube. И конец этого сериала не будет ни радужным, ни счастливым. 745 лайков на момент просмотра, 106 ответов. Ответы не буду уже перечитывать, ребят. Но золотые слова. Никто не ходит от того, чтобы полюбоваться ими. Нафига никому нужны. Вот поржать, да. Стебануться в комментах, согласна. Но, знаете, поменьше было бы в комментах Стёба. Их бы действительно YouTube не продвигал, и меньше бы их смотрели. Я понимаю, что людям хочется приколоться. Но, опять же, это получается, что люди даже своими приколами поднимают им доход. Кстати, прошу заметить. 11 тысяч просмотров и 168 лайков. Получается, что у комментария лайков чуть ли не в 5 раз больше, нежели у самого видоса. И все, походу, пиратка сама накрутила. Ну, надо же, хоть сколько лайкосов накрутить, чтобы не было настолько позорно. Ну, и дальше ей народ написывает. Не смеши, народ! Сама знаешь только комменты и ржач от них. И все. И кит сегодня у Нинки это просто трэш. Когда она напяливает на себя эту малиновую, малиново-розовую тунику, я ржу, ребят. Потому что ее сисяндры оказываются прям чуть ли не подмышками. То ли эта туника их так растягивает, то ли они уже у нее такие бесхозные, что постоянно куда-то уходят без хозяйки. Но это трэш самый настоящий. Ребят, ну вот неужели бабе не позорно постоянно сверкать без лифона, когда эти сисяндры болтаются, не пойми где. Особенно, когда жрет за столом, то эти бидоны, то стол упираются и приподнимаются, не пойми как, то проваливаются под стол. Ужас, ребят, днище позорное. Ну, в принципе, что здесь говорит днище позорное? Ей за счастье, когда она позорится, побольше напишут. Хотя она все удаляет, ребят, ее же колбасит. Вот она, знаете, как будто делает назло. Но получается, она делает назло себе. Она вот начинает вызывать народ на негатив, а потом же чистит комменты. И снова, прям как мазохистка какая-то, как будто ей нравится, чтобы ей писали гадости, оскорбляли. Вот серьезно, она похожа на мазохистку. Она кайфует, что ли, от того, что она показывает. Да, показывает эту дичь, этот ужас, эту мерзость. Выставляет на посмешище себя, свою седовласку. Ну, про седовласку это отдельный будет разговор, от чего я пребываю в шоке до сих пор. Я еще такого у них на канале не видела. Это полный трешняк. И, слушайте, она потом вся трясется от злости из-за того, что хорошего-то ничего никто не написал. Ну, правда, ребят, кайфует. Ну, это точно, ребят, болезнь, потому что по-другому я не могу назвать то, что происходит с пираткой. Трясется от злости. Опять же, ведет себя для того, чтобы писали один негатив. Потом все чистит, потом снова вся изводит себя. Дальше снова ее колбасит, снова эти сисяндры ходуном ходят, свистулька чепуху несет. И все по кругу повторяется. Оба цветочки еще живые. А я думала, уже эпопея с цветами закончилась. Совсем недолгая была. Но нет, но нет. Цветочки у нас опять в кадре. И целый видос она, слушайте, продолжала ляпать этой своей свистулькой, что вам нравится на моем канале. Ответ, ничего не нравится, не воспринимается. В общем, решила Нинка поступить по-хитрому, да? Развести снова людей на комменты, чтобы ей написывали. Неважно, что написывали. Ну, ладно, здесь уже ерунда, да? Но второй видос, где у них был мук-банк, это нечто, ребят. Я даже никак не могу прийти в себя. Серьезно. Сидели они, короче, жрали разбодяженный суп, оставшиеся кабачки или что там у них было. Эти рулетики, дальше какие-то там пироги, булки. Ну и, значит, у Вовка на одиннадцатой минуте, ну, где-то одиннадцать ноль восемь ноль девять, схватил кусочек хлеба и решил сверху аджикой всё это замазать. Ребят, как у него затряслась рука. И у него она прям тряслась с ложкой, что ложка барабанила по тарелке. Но пиратка даже внимания не обратила. Ребят, как можно такое оставить и не вырезать? Как можно такое оставить? Но когда я это увидела, ребят, я тут же представила, что он же водит автомобиль. Это реальная, ребят, проблема. Здесь просто взял ложку, набрал этой аджики, и рука просто непроизвольно ходуном заходила. Это как у пиратки головешка ходуном ходит, так у этого руки дрожат. И вы знаете, я в последнее время заметила, что язык и губы у него стали работать просто так. Даже когда он уже поест и на столе нет еды, у него ходуном эти губы гуляют сами по себе непроизвольно, как будто он не хозяин своему телу, своему рту, своему языку. Здесь рука эта дрожала. Дно ты позорная пиратская. Неужели ты не видишь, что творится с твоей седовласной? Только собакой лысой может обзывать его, а он ее писькой волосатой. Вот вся любовь, вот все отношения. Один ходуном весь ходит, вторая за компанию тоже. И причем он водит, еще раз отмечу, автомобиль. Вместо того, чтобы бить тревогу и бежать к врачу, причем обоим, ребят, обоим, что он, что она, одинаковые. Они трясутся уже и не могут контролировать себя. Это страшно, это страшно. Она продолжает, да, снимать, не обращает внимания, что там с ним творится, что у него там трясется, пофигу. Главное, жопка голая по квартире, престарелая передвигается. И по барабану. Главное, что-то движется по дому. Типа мужского типа. Типа муж. Чтобы все завидовали, что муж таки у нее имеется. Ну, знаете, это как наподобие, что муж и есть, и на этом все. Муж. Главное, есть муж. Вы знаете, кроме презрения, какой-то гадости, радости, мерзости и отвращения, пиратка со своим альфонсом не могут абсолютно ничего вызывать. Если баба видит проблему у своего мужа, но при этом покупает ему права, садит его за руль, я не могу, прям, ребят, вот серьезно, я не могу ничего сказать без эмоций. Вы пересмотрите этот момент. Вы посмотрите, как эта ложка барабанит у него прям по тарелке. И он не может контролировать своими руками. Причина так же, как он не может успокоить свой рот и язык, бесконечно плямкая и облизываясь. Да, потому что это неконтролируемое поведение. Да пиратка сама в курсе, что это такое. Потому что я как глянула на ее башку, которая шевелилась, ходуном ходила, когда она чистила этот кабачок. Я понимаю, что обои-ре-обои, не хватает у обоих. И вот что они могут вызывать, ребят, когда они еще пытаются включить из себя великих блохеров, которые позорятся на весь белый свет, при этом без души, без совести, без какой-то морали. Да еще, ребят, и с диагнозами оба. В общем, ребят, пишите, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии, оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение, и я его никому не навязываю. На этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok